Хэй, 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 всем привет дорогие друзья, с вами Чинаски и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательнейшую игру под названием Супер Мекс. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео, хотите попасть в следующую подборочку, проще простого, ставим лайк, подписываемся на канал, пишем комментарий. И так, сегодня у меня опять же есть планы, сразу же откроем форшнбокс на удачу, надеюсь, что удача нам как бы будет благоволить, судя по тому, что мы открыли, в принципе так, это ну сойдет более-менее. Ну что ж, давайте начнем наверное с портала, портал не особо-то какой-то прям драгоценный, но золотой, что довольно неплохо, как видите я подготовился, получил плюс 20% к хпшке. Ну и погнали, собственно попробуем заработать деньжат, а самое главное заработать токенсов, ребята, токенсы это конечно самое главное, потому что за них мы попробуем сегодня получить, ой-ой-ой, что-то как-то громковато, мне кажется музыка зарядила, попробуем получить очень важную вещь, а именно премиум пак. Я конечно уже довольно давно их не покупал, поэтому хочу наконец-то проверить свою удачу, может быть даже что-то интересное из этого выйдет. Ну что ж, здесь у нас все по-простому, ничего необычного, в общем-то, если честно, ну как бы в принципе пройти это будет очень легко, если нам здесь выпадет регенчик. Выпадает регенчик, все, это изи вин, не выпадает регенчик, скорее всего будет очень сложно выиграть, скорее всего мы даже проиграем, потому что на боссы к сожалению не хватит хпшки, это очевидно. Так, поехали в реген плиззо, еее, ну сойдет, конечно лучше было бы два регена, но и один тоже очень даже неплохо. Напоминаю, что это безумный уровень сложности, то есть все до этого я уже прошел, и они в принципе-то не составляли вообще никакого труда безумия пройти все же посложнее, потому что, как вы видите, уже сейчас у меня, ну как бы меньше половины хпшки. Сейчас мы ее, конечно же, восстановим, но, ребят, если честно, у меня есть сомнения определенные, причем довольно-таки сильные, я вот сейчас думаю, реально сомнения довольно сильные. Оу, это, может быть, реально сейчас проигрышным вариантом, потому что сейчас у меня останется 1200, и мне надо еще одного такого победить, и потом победить босса. То есть у меня, по сути, где-то по 600 хп на каждого из них. Ладно, сейчас попробуем, ребят, так, здесь он будет меня издалека мочить, могу ли я себе купить время? Могу, в принципе, но нужно ли, наверное... Слушайте, ну это что так скип, что так скип... Ладно, так, хотя бы у меня дрон будет. Не хочется, конечно, проигрывать, честно вам скажу, но, блин, скорее всего, нам все-таки не хватило здесь. Да, это, наверное, 877-300 хп и вороты есть. Плюс один реген, и это был бы изи вин, но здесь, по ходу дела, все-таки отваливаюсь. И я не могу, к сожалению, заплатить токены, чтобы, ну как бы, восстановиться, потому что тогда... Не, ну, у меня... Я просто не смогу ему снести 1600 хп, мне понадобится 2 хода. Я, конечно, один проживаю, но следующий, к сожалению, как видите, на 400 хп. О май гад. Я так подумал, если честно, смотрите, в чем прикол. У меня здесь 12 энергий, мне нужно всего лишь 3, чтобы зайти на новую попытку. Ее я, конечно, вырежу, чтобы вам все не показывать, покажу уже битву с боссом. Но, чтобы мне не ждать, тут сидеть около компьютера, давайте-ка мы с вами заодно выполним еще вот это достижение. Потому что нам все равно нужно выполнить все, чтобы получить 10 токенов. Поэтому нам в любом случае нужно это сделать. Ну и прежде, чем туда пойти, давайте немножко прокачаемся. Как же, собственно говоря, без этого? Так, знаете, в чем самый главный прикол, ребят? Сейчас на арене у нас идет бои 1 на 1. Как видите, я снова на пятом ранге. Да-да-да, здравствуйте. Бои 1 на 1, кстати, у меня тут еще в магазинчике. Может быть, хватит на плюс к энергии. Да. Можем восстанавливать энергию быстрее. Я это возьму, я это возьму. Это полезная вещь, пожалуй, пригодится. Так, поскольку у нас 1 на 1, сегодня мы будем играть на одинарном роботе. Кстати, на нем, возможно, и в компании будет проще. У меня здесь есть такая, знаете, сборочка тестовая. То есть, я не уверен, что она прям имба, но вещь неплохая. 1 Nightfall, 1 Дробаш. Фрэнтик Брюд плюс Найт Игл. Ну, и здесь пак-комплект стандартный. А вот тут у нас чисто антиэнерго-сборка. С теплом просто так вот, просто для вида, можно сказать. Почему именно так? Потому что я готов сражаться именно с энергетическими. Когда вы сражаетесь 1 на 1, лучше реально выбрать, ребят, что-то одно и контрить именно это что-то одно. Потому что просто если вы постараетесь сделать универсала, ну, чисто технически это возможно, наверное. Но у меня нет закло, я не могу сделать себе 3000 хп. А без этого, конечно, все-таки несколько проблематично. Я вкладываю все свои 5 пауэр юнитов, в принципе, в один модуль. Просто для того, чтобы получить дополнительное восстановление. В принципе, это не так уж сильно на что-то влияет. Мне все равно модули эти нужно прокачивать так или иначе. 43 уровень, весьма неплохо. Скоро мы с вами прокачаем его до фул мифика, что тоже будет довольно-таки приятненько. Поехали на арену. Нам надо выиграть, ребят, 3 боя. 3 боя на пятом ранге. Я думаю, вы понимаете, что... Да, физика. Как я и говорил, ребят, 3000 хп. Ну, вы сами это видите. Тут нет смысла даже как-то это комментировать. Просто потому что, ну, это очень тяжело. Это тупо очень тяжело. Нет смысла сейчас топать на него или использовать дробаш, потому что он сам использует дробаш в любом случае. Как вы понимаете. Здесь у меня тоже отрицательная ситуация, потому что физическое сопротивление у него сильнее развето, чем у меня. Френтик снимает пятихадочку и все равно у него 2000 хп остается. Ага, он решил выиграть себе один ход. На самом деле, но здесь очевидное поражение. Ребят, когда вы играете на пятом ранге, вы должны смириться с тем, что вам будет все очень часто выходить из игры. Просто потому что, ну, вот, не повезло. Не повезло, попали на физика с тремя хп. Все, до свидания, сорян. До свидания. Ждем именно энергобота. Энергобота я вынесу по щелчку. Главное, чтобы он был. Но если его не будет, то, соответственно, нам придется просто скипать бои, выходить. Вот, ну, о чем я и говорил. Встречайте теплового бота до свидания, потому что у вас, как бы, охлаждение 175. Ну, то есть, сами понимаете. Здесь ему достаточно сделать вот этот вот выстрел. Я сейчас, я сейчас вниз кипаю ход, просто потому что я предполагаю, что, возможно, он где-то задубит, где-то что-то сделать не так. То есть, вот, видите, в чем прикол? 900 хп. То есть, на следующий ход я его вношу. Это факт. Но, а, вот он, кстати, сделал ошибку. Кстати, это реально ошибка. Знаете почему? Потому что он мог меня перегреть, а здесь он просто вынес дэмэдж. Может быть, он не видит, сколько у меня охлаждения. Просто понимаете, в чем проблема? Здесь у меня одна надежда на хороший френтик. Если сейчас френтик выстреливать на 700, это победа на 600 даже хотя бы. Пожалуйста, френтик, не подведи меня хоть раз. Пожалуйста. К сожалению, нет, я не могу. Ну, блин, френтик, если бы на 30 больше. Но здесь уже все, здесь уже без шансов. Потому что он мне просто не даст вылезти из-за перегрева. Перегрев в два раза сильнее. Но я не знаю, что он тупит, что он ждет. Потому что, на самом деле, ну, 1054 в то время, как мне будет заниматься всего лишь по 300 за ход. Ну, у него тоже оверхит. Я немножко подожду, хотя я понимаю, что шансов нет. Ну, да, это, ребят, не знаю, что он смеется. Потому что, вот, чувак, если ты меня смотришь, ты отстойно играешь. Это серьезно так. Ты совершил столько ошибок, что вот если бы еще чуть-чуть, ты бы проиграл человеку, у которого вообще не вкачан тепловой робот. Ну, антитепловик. Поэтому, сорян, но ты как бы такой себе игрок. Ну, да ладно. Ждем энерго-робота. Опять же, вы можете создать, если вы на пятом ранге играете, ну, вы-то и без меня, наверное, знаете. Можете создать антитепловой. Просто мне чаще на арене на пятом ранге встречались именно вот такие вот, как сейчас, энергетические роботы. Поэтому я собрал антиэнерго-сборку. Встречаются чаще тепловые. Проще простого. Ставьте антитепловую сборку. Встречаются физики. Ну, мне тут уже сложнее, потому что антифизической сборки у меня, к сожалению, нет. Я сам физик. Поэтому, вот как-то так. Еще один такой тепловик. Ну, это такой... Ой, блин. Ну, началось. У него только 2000 хп. Да, это хорошо. Но то, что у него сопротивление под соточку физическое, это, конечно, печально. Это пятый ранг, ребят. Это пятый ранг. Здесь все вот зависит от этого. Никогда не поймешь, что он тебя ждет. Не, Фрэнтик нормально снимает. Серьезно нормально. Если он сейчас пострелит с этой пушкой, то... Печаль, беда. Печаль, беда. Здесь шатдаун. Он больше перегреть меня, по идее, не сможет. У него только один способ перегрения. Слушайте, есть шанс на победу сейчас. Так, хорошо. Раз, хорошо. Хорошо. Фрэнтик, да ты сегодня меня прям балуешь. Вот видите, ребят, вроде бы всегда эта пушка отстойно работает, но иногда она реально спасает твою жизнь. И от этого ты не подгораешь. Это тебя очень радует всегда. Нам надо выиграть еще два боя. Напоминаю, два боя, и мы открываем премиум пак. Это важно. Давайте попробуем. Блин, дайте мне уже энергетического робота, чтобы я просто разнес его в щепки, и мы перешли к следующему. Тоже энергетическому желательно, чтобы я его тоже разнес в щепки. Это был бы самый идеальный вариант. Я вот смотрю на такие вот эти тестовые сборки, которые мы видим сейчас справа, и там столько оружий, которые я видел пару раз за игру. Опа! 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 Это очень хорошо. Мы здесь используем сначала фрэнк. Это сойдет вполне. 3000 хп, да, немножко плохо, но в остальном это суперидеально для нас, потому что здесь мы, скорее всего, побеждаем. ЦЗ, что это значит? Я без понятия. Я без понятия. Я чинас, я не ЦЗ. Я не знаю, что это такое. То, что нас вот так вот немножечко энерджи брейкнуло, это, конечно, печально, но не страшно. Но знаете почему? Потому что мы просто подключаемся в двигатель и живем дальше. Блин, на самом деле, я вот что-то распинался по поводу энергетических роботов, но закложка все равно так-то может зарешать. Если честно, я что-то так не рассчитал по ходу дела. Причем, Брюд, вы заметите, как фигачит. Очень печально. Слушайте, а у него есть что-то. Ага. Вот здесь, да, все равно двигает. Блин, не знаю. Слушайте, ну это уже как бы моя вина по ходу дела, потому что, ну, это четвертый ранг, конечно, да. Понимаете, в чем прикол? Когда у противника есть зекло, очень сложно с ним соперничать. Я не знаю, доживу я вообще когда-нибудь до момента, когда он мне выпадет, потому что, мне кажется, все, кто меня смотрит, уже смеются надо мной. У каждого уже есть как минимум один зекло. Я так читаю комменты, у некоторых три уже выпадает. Я уже сколько играл в эту игру, и мне до сих пор не выпал зекло. Ну, серьезно. Так, я даже выключил запись, потому что очень долго он ищет, конечно же, соперника на пятом ранге. Это, конечно, карта. Мы видим опять вот эту вот вещь, этот предметик. Я ныть не буду, просто попробуем и выиграть его, что, конечно, не факт, что получится. Здесь мы делаем вот такой ход, ребят, не самый выгодный с точки зрения размена, но он нужен просто, чтобы он не восстанавливал хпшку. У него ее не так уж много, поэтому просто нельзя ему давать это делать. Он сейчас будет, скорее всего... Хотя у него телепорт... Нет, слушайте, я думаю, что у него больше ничего нет. Думаю, что... Вот в чем минус Френтика, это в том, что у тебя, конечно, для передвижения... Я здесь используюся сознательно, я понимаю, что я соскочил с регена, но так надо было. Вот, то есть у вас ограничено условие передвижения. Это, конечно, печально, но, по-моему, что-то не ебло. Хо-ро-шо! Нам нужно выиграть еще один бой, друзья. Еще один. Пожалуйста, ну давай же! И я очень надеюсь, что в премиум паке выпадет что-то хорошее. Правда, для меня это прям очень важно, и я надеюсь, что так и будет. Итак, видим здесь еще одного энергопротивника. Да, есть заклон, но хп у него крайне мало. На самом деле, даже непозволительно мало, я бы сказал. Делаю такой ход, просто чтобы немножечко подставить его под минус сопротивление. Так, нормально. Он, скорее всего, сейчас тоже использует какую-нибудь фигню. Скорее всего... А, нет, не использует. Слушайте, это очень большая ошибка с его стороны. Скорее всего, да. Очень большая ошибка. Ему надо было здесь либо рывок делать, либо еще что-нибудь. Ну, это как бы его, конечно. Проблемы совершенно не мои. Третья победа. Смотрите, если вы на пятом ранге, ребят, вот именно так будут обстоять ваши дела. Плюс один, минус один. Плюс один, минус один. Плюс два, минус один. Вот, таким вот образом вы будете из стороны в сторону качаться, что, конечно же, ну, такое себе удовольствие, конечно. Но, так или иначе, когда-нибудь вы даже сможете, наверное, взять четвертый ранг. Как и я, я надеюсь. Да, премиум пака нам не хватает. Двенадцать ровно токенов. Пойдемте же их с вами добудем. Как вы помните, за портал дается пятнадцать. Ну, собственно, как я обещал, вырезал я лишнее, друзья. Как видите, здесь мне очень сильно повезло. На два регенчика, ну и плюс больше хп у нас, потому что мы сражаемся немного другим роботом. Здесь уже изи победа, но, опять же, это в основном за счет двух регенов. Очень многое зависит от рандома в этой игре. Ужасно много. На самом деле, иногда даже кажется, что хотелось бы, чтобы зависело от рандома поменьше. Если честно, все-таки больше хотелось бы, чтобы зависело от тактики, от стратегии. Ну, в общем, такое. Ладно. Сеньор Квадс уничтожен, и мы с вами идем забирать нашу положенную нам награду. Отлично. Миссия закончена. Получаем пятнадцать токенсов. Кстати, может, еще ящичка? Нет, ящичка нет. Хорошо, без проблем. Вас понял. Отлично. Ну что ж, ребят, скрестите пальцы, пожалуйста. Мы сегодня целую серию копили на этот бокс. Я очень надеюсь, что он будет хорошим. Очень надеюсь, что выпадет что-то приятное. От вас лайк. Прямо сейчас зарядите видос вашей энергией. И... Пожалуйста. Пожалуйста. Так, есть лего. Хотя бы одна. Угу. Норм, норм, норм. Хитбомба. Это фигня. Кракен... Ну, в смысле, хитбомба не фигня, но она у меня уже есть. Кракен, фигня, и модули, ну окей. Фу. Ну что ж, ребят, момент истины. Ясно? Ясно, понятно. Ну, не то, чтобы прям совсем шлак, просто у меня уже есть такая, вот как бы основная проблема, абоминацион у меня уже один есть. Поэтому, возможно, этот отправится на растопочку, а возможно, мы что-нибудь с ним еще и придумаем какую-нибудь сборку. Но на самом деле, вряд ли. Одному, в принципе, вполне себе достаточно. Итак, ребят, ну я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в клан, если вы играете в супер-мехи. Я бы хотел, наверное, следующее видео сделать по... арене. Хочу дойти до четвертого ранга на видосе. Это будет очень тяжело, я в это, ну, как бы, понимаю прекрасно. Но надеюсь, что вы меня поддержите. На этом, пожалуй, что все. Ссылка на спонсорскую подписку в описании. Буду вам очень благодарен. С вами был Ченаский. До скорой встречи. Пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах, запомните их и присоединяйтесь. Подписывайтесь на мой канал. я или иosure Drop. парни вы получаете Продолжение следует...